Дорогие друзья, всем привет! Я решила не откладывать долгий ящик, когда я увидела, что у меня набралась приличный набор наименований пустых флаконов, которые я пробовала, разносила, приняла по ним финальное решение. И я решила не откладывать долгий ящик, не дожидаться, пока я опять не накоплю там, вам знаете, 50 наименований парфюмов, о которых надо говорить. И запишу-ка я все сразу. Сегодня у меня, честно говоря, это все равно страшновато. 25 наименований, это только тех, про которые надо поговорить, а там же еще и сравнение, мы же всегда любим посравнивать. Поэтому не откладывая, приступим. Как всегда, я вам первым покажу, что у нас в ванных делах. Я очень люблю покупать парфюмированные продукты для душа. Они у меня используются быстрее всего, и здесь у нас с вами как раз три геля для душа, которые я закончила и приняла финальное решение, буду ли не буду я покупать эти парфюмы. Итак, а вторая, второй уже гель для душа, я случайно купила два, у нас Вандербильд, Глория Вандербильд, это, опять же, гель для душа сатин, но он такой перламутровый просто по цвету. Не понравился мне этот парфюм, он очень такой нафталиновый, но вот в стиле красной Москвы, и это не мой профиль. Я его не могла использовать даже на себя, даже как гель для душа, поэтому я и мою посуду. Вот так он у меня и закончился. Этот я использовала сама на себе, это у нас Оскар от Оскар де ла Рента. Не знаю, что это я сдурила, за 10 долларов купила такую маленькую пупуську, тут всего у нас 50 мл гель для душа, это совсем маленький. Я сильно за него переплатила, я, видимо, не заметила размер, когда покупала. Тоже такой, вы знаете, старорежимный альдегидный парфюм, такие сладкие, старорежимные альдегиды. Эх, не, не моя история, я это что-то вот как-то вот, нет. Если я и буду что-то такое душное, старорежимное, анималистическое использовать в душе, то это будет Дана Табу. Вот ее, я ее обожаю. Для меня это вот индийская лавка со специями. И в горячем-горячем душе, особенно если, когда, когда будет зима, и если я окажусь все-таки, все-таки окажусь в Европе, я обожаю Европу зимой, я ее всегда, в общем-то, обожаю. Но, то, вы знаете, вот нагулявшись по холоду, и потом залезть в горячий душ, и там вот эту Дана Табу, и там прям такие анималистички, анималистические, богатейшие эти специи из индийской лавки. Это что-то с чем-то, это просто кайф, это уход в астрал. Так что, вот эти сладкие, винтажные альдегидные работы, это не то для меня. Куркос Бепенхаллиганс последний откопала и использовала, обожаю его в банной линии. Очень тяжело найти Куркос Бепенхаллиганс как парфюм, стоит он очень дорого. Я решила его не покупать. Очень хотела, он был у меня в хотелках, по-моему, даже где-то остается на Аромагайде в моих списках хотелок. Но за ту цену, за которую он продается, ну, все-таки нет. Но если мне попадутся еще банные принадлежности от Пенхаллиганс вообще и Куркос в частности, с удовольствием прекрасный, дивный, солнечный, флоральный такой цветочный аромат. Ну, теперь давайте сразу покажу пустой флакон. Вот он, красавец, полный, наконец-то закончился. Правда, я его покупала уже на половиненном. Это Оде Мервей от Эрмес. У меня была миниатюрка Эликсир Мервей. Он мне очень понравился. Я его домой добила. И я решила найти себе полный флакон. Ошиблась, точнее, меня обманул продавец. Это не Эликсир, это Оде Мервей. Но этим он даже лучше. Он менее амбровый, менее тяжелый, он более апельсиновый. Я почти назвала его самым любимым своим апельсином, но потом неожиданно он мне разонравился. Вот я в нем купалась-купалась, носила, наверное, здесь у нас сколько всего. О, господи, я не вижу. 50 мл, то есть было 25. Я сносила где-то, ну, может быть, 7 мл. И после этого вот просто как отрезала. Он мне вообще не нравится. Он мне кажется каким-то синтетическим, он мне кажется навязчивым. Но что у него не отнять, он стойкий. То есть в этом плане аромат с вами будет надолго. Поэтому я продала один от Левант, а остальное я выпшикивала, грубо говоря, в сумке, в тапке. И вот он закончился у меня. Так что этот бутылек выбывает. Дальше. Пинхолигончики еще тут у меня есть. Я полностью... Вот у меня была миниатюрка в 5 мл. Я ее перелила в спрей, полностью использовала, разнашивала, пытаясь понять, куплю себе полный или нет. Это Пинхолигонс импреза. Интересная история с импрезой то, что она имеет два дюпа. Две копии. Первая это Каком Мадемуазель от Шанель. Они, правда, очень похожи. И второй дюп это Лолик by Лолик. Это вот этот вот столбик такой с ласточками, там, с цветочками. У меня есть оба, и, соответственно, мне совершенно не обязательно покупать нишевой парфюм, который стоит по цене Шанель или даже дороже. Но при этом вот эти вот сладкие фручули, да, то есть это персики с такой современной кислинкой синтетических, новомодных таких вот пачули, которые не мховые, подвальные, как раньше, а вот такая просто как... Они, современные синтетические пачули, могут даже пахнуть как ягодки, да, такая кислинка ягодная. И вот эти вот персики с кислинкой, которые есть и в Каком Мадемуазель, и в Лолик от Лолик, мне они даже больше нравятся в Лолик из тех троих. Поэтому сносила, получила удовольствие, ну, как бы, ну, не стоит это того, на мой взгляд, по цене, по крайней мере. И Лолик от Лолик для меня эту функцию выполняет лучше. Вот уж что редко у меня появляется в пустых. В лаконах. Седьмой час картье. Я сделала себе от Леванту, он стоял у меня около кровати, 3 мл. Я, наверное, ну, не год где-то, эти 3 мл, я потихоньку, по чуть-чуть его высосала. Дело в том, что седьмой час от картье, это очень интимный, богатый, роскошный, гурманский, темный шоколад с пачулями, то есть такой вот мховый получается темный шоколад. Он очень стойкий, и его действительно достаточно одного пшика, поэтому вот эти 3 мл у меня использовались по чуть-чуть перед сном, или когда я дома, или когда я читаю книгу, то есть для меня он очень интимный, очень комфортный, такой роскошный аромат. По чуть-чуть, по чуть-чуть, 3 мл использовала, пока отставлю в сторонку, как я уже сказала, даже 3 мл использовать, это много. Это много для меня, потому что он очень характерный и очень стойкий. 5 мл еще одного пенхаллиганс, это лавандула. Я сделала себе от Левант, я хотела утренний такой рабочий парфюм, который для меня это либо умеренная кожа, такая, может быть, немножко бархатная или замша. Лаванду, я очень люблю горную, как раз лавандула, это такая вот очень сухая-сухая, степная такая лаванда, и она не слишком горькая, как все свежаки, да, там, которые, или там кожа может быть горьковатой, терпковатой, а вот именно такая вот сушь, такая приятная, освежающая, сухое звучание. Очень его любила, быстро достаточно использовала, 5 мл, больше я его носила ранней весной, но тут вот я увидела, что у меня там осталось буквально 1 мл, я его быстренько добила, чтобы уже, как говорится, сделать ротацию в своей системе разнашивания от Левантов. Обожаю лавандову, обожаю пенхаликанс, буду дальше носить с удовольствием. Наверное, на этот раз отставлю в сторону, если я буду себе делать лавандовый от Левантов, я, наверное, сделаю либо Ливин Лалик, либо Грис Клэр, Грис Клэр от Серж Детанс, ну, просто для разнообразия. Три фирменных пробника я добила, разнашивала, и совершенно три разных впечатления. Первое, это Terre de Lumiere Eau de Parfum от L'Occitane, вообще не поняла, что-то пшикало-пшикало, что-то приятное, ничего не поняла, ну, и поэтому, собственно, он будет для меня проходящий. Terre de Lumiere, бог его знает, даже сказать вам нечего, это было что-то приятное, что я не запомнила. Дальше, Элизабет Эн Джеймс Нирвана Бурбон, это у меня с какой-то покупкой, у меня есть флаконы, с какой-то покупкой сэмпл, с удовольствием, я его обожаю, он прекрасен, обожаю его, и буду продолжать носить. Попытки подружиться с вареньевыми ароматами от Paco Rabanne, здесь у нас Black Excess Luxus, жуткое, тошнотное, теломальдоловое варенье, ненавижу. Еле-еле этот Black Excess Luxus от Paco Rabanne, еле-еле в тапки его отпшикало, и то, в общем, и слава богу. Закончился еще мой вечерний, такой интимный, любимый мною по вечерам парфюм, артизан-парфюмер L'Ambra Extreme, мне нравится именно версия Extreme, я ее очень люблю, это самая круглая амбра из всех, которые существуют на рынке, на мой взгляд, самая-самая круглая, самая-самая, вот прямо вот свееческий конь в вакууме, так, как мы физики любим. Я обожаю ее, по чуть-чуть, 2 мл использовались долго, она достаточно живучая, особенно на одежде, но для меня это, конечно, такие парфюмы очень хороши в холодном климате, но по вечерам иногда тоже очень приятно. В сухую жару ее, в принципе, можно носить, во влажную я бы не советовала. 2 мл улетели, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, так, знаете, равномерно по вечерам. Дальше, давайте посмотрим на... А, вот еще один мой утренний парфюм, который такой рабочий, когда мне нужно собраться. Это 5 мл, я добивала где-то полгода, не меньше. Serge Lutanz Vetiver Oriental. Очень хороший ветивер, на мой взгляд, это вот, наверное, для меня эталонный, чистый ветивер. Он называется Oriental, и вроде там должны быть какие-то специи, но вы знаете, честно говоря, особенно они не играют там главных ролей, они у меня на подпевках. Мне кажется, что у меня есть гораздо более специевые ветиверы в коллекции. Этот я бы назвала просто вот таким достоверным, слегка разбавленным ветиверовым маслом. То есть это вот то, как я себе представляю выжимку ветивера. Она чуть-чуть масляная, чуть-чуть пряная, чуть-чуть горьковатая, но не слишком. То есть все вот, вот все в нем сбалансировано. Его нельзя, он не уходит ни в какую сторону. Это вот реально крутой, хороший, сбалансированный моноветивер. Долго этот серж-лютановский ветивер Oriental у меня расходовался, именно потому что он такой явный, он немножко такой простой. Хороший, но он простой. 5 мл закончила, но теперь наконец-то можно что-нибудь еще себе отлить. Я думаю, какие-нибудь кожи себе понаотливать. Может быть и ветиверчик какой-нибудь отлили для ношения, посмотрим. Романтический парфюм, который у меня закончился, такая моя зона комфорта. Это мои нюды, и это какие-то мягко-тонко-бобово-сладко-флоральные ароматы цветочные. Здесь у нас Ransé Gartensia. 5 мл. Ах, как они у меня хорошо пошли! И она такая, она такая кокетливая, она такая милая, понимаете? Милая девочка в рюшах. Прекрасная вещь. Не хватает ей немножко, на мой взгляд, базы, зубов. У нее отсутствуют полностью зубы. А я в последнее время как-то немножко, ну, опять же, многие из вас уже знают, я как-то на шипры подсела, на фужеры. Мне по зубастие нравятся парфюмы, но в этой своей вот кружевной очаровательности, Gartensia, Trance, ей, конечно, мало равных. Очень хороша, очень хороша. 4. Я разносила ароматы от нишевого дома Gullivant. Он в свое время, по-моему, в 2017, что ли, году был, вышел на рынок. Его организовал Ник Стюарт, который долгое время был маркетинговым директором, или там, бренд, в общем, директором по продвижению в целом бренда L'Artisan Parfumère, то есть Ник примерно знает, как делаются нишевые бренды, не примерно, а очень хорошо. Вот. И Ник решал организовать собственный дом, назвал его Gullivant. Gullivant в переводе с английского такое вальяжное путешествование, да, такое по всем уголкам земли, но такое как бы preppy, да, такое путешествие не с корочкой хлеба в зубах, а с удовольствием. Вот. И поэтому его первые, по крайней мере, те, которые есть сейчас у них в линейке, ароматы, они все имеют название городов. На мой взгляд, можно было что-то поинтереснее, там, выбрать, может быть, улицы какие-то, или какие-то культурные явления какого-то города, или какого-то места. Ну, есть как есть. На мой взгляд, то, что у них есть там название, вот у меня здесь Истамбул, Бруклин, Амстердам, немножко клише, немножко клише, но это не мой бренд, это им решать, как они называют свои парфюмы. Итак, я опробовала их, сколько я опробовала? Их четыре, и сейчас я вам просто быстро скажу, что я думаю. Совершенно я влюбилась в Истамбул. Это замечательная спецовая смолистая амбра, великолепно. И я хочу сказать, что, на мой взгляд, она лучше, чем вот эта знаменитая амбра Грандсуар от Франсиса Кургджана, которая стоит бешеных денег, но, на мой взгляд, та амбра, она хорошая, приятная, такая немножко фруктовая, ну, я бы не сказала, что это шедевр. А вот Истамбул от Голливант, это классная амбра, особенно если вы любите амбру немножко смолисто-специевую. Вот она идеально сбалансирована там вот со специями и с некой смолистостью. Бруклин, сейчас уже не вспомнишь, по-моему, он мне не понравился. Какие-то, какой-то, вот я это называю, салат, винегрет из нот, какие-то то ли цветы, то ли еще что-то. Вот сразу видно, другой парфюмер это сливал вместе. Каша-малаша. На мой взгляд, это плохо сделанный просто парфюм. Его надо дорабатывать. То же самое с Амстердамом. Тоже у меня немножко подванивает чем-то туалетным. И не совсем понимаю, как что-то, наверное, может, белые цветы какие-то там дают такой эффект. Ух, ой, и тоже вот грязно собрано, разваливается он на какие-то странные несочетаемые компоненты, какой-то, вот, понимаете, с мясного салата, с винегретом, с фруктами, с кусками торта. Ну, то есть как-то... Нет. Голливан Берлин очень понравился. Очень понравился. Мне это напомнило все эти андеграундные, сбитые из говной досок, грубо говоря, бары, которые вот эти на открытом воздухе, по крайней мере, раньше были в Берлине. Все эти тусовки электронной музыки, где тебе там в пластиковом стаканчике смешивают пять разных коктейлей за раз. И я вот помню вот это ощущение вот этих пьяных, разгульных, апокалиптических вечеринок. Так, в этом что-то есть. И у Берлина у него открытие как раз такое вот мохитовое, джиновое, яркое, сочное. Знаете, как вот там, как будто вам сделали мохиту, но так прям не пожалели, жирно всего туда набухали, и вы от одного коктейля уже улетели в космос, да, и пошли там танцевать шесть часов. Вот задорно, понравилось, очень задорно. Так что да, Истамбул и Берлин от Глевант я поставила себе в хотелке. Два мюглера, которые я выпшикивала в ванной. Все-таки не в тапке, все-таки в ванной. Эти сахарные жасмины, они не так плохи, как я о них обычно говорю, но я их не люблю. Вот не люблю я их. Но мне было жалко их все-таки в тапке, поэтому я периодически так как-то воздух распыляла. И это я могла перенести на себе, как парфюмы я вот эллиновские жасмины не могу. Здесь у меня мюглер 5 мл Эллиен Сублайм, я наполовину его, я себя мучила им, я пыталась его разнашивать, потом я просто сдалась и уже допшикивала в воздух. Эллиен Сублайм, я по-моему уже его продала. И Аура Сенсуэль от мюглер, это ванильное вот это вот перламутровое сердечко, в котором такая странноватая ваниль. Вот по-другому я это не могу назвать, поскольку все зубы от оригинальной ауры там убраны, эти лианы, эти какие-то туберозные загоны, как они мне казались. То есть, и я думала, что именно Аура Сенсуэль это будет та аура, которую я смогу носить. А нет, беззубая она слишком. Это какая-то вот непонятная, химозная, странная, орхидейная что ли даже какая-то ваниль. Но она какая-то вот плоская, у нее нет дна и у нее нет верха. Она как-то так просто вываливается шариком и вот висит в воздухе. Поэтому я ее допшикивала в воздух и с тех пор бутылочку я уже то ли продала, то ли подарила. Еще в разносе у меня, в ротации были, чтобы пользоваться всей своей большой коллекцией. Я вот делаю такие отливашки и они у меня там расфасованы по всем местам. И у меня как бы всегда в ротации несколько парфюмов каждого семейства. Несколько шипров, несколько утренних парфюмов, несколько таких-сяких кожаных цветов, вы понимаете. Так вот, один из моих кожаных, офисных, рабочих, утренних парфюмов это был Jill Sander Simply Letter. Это фланкер, который уже невозможно найти, поэтому долго остановиться не буду. Вообще вся линейка Simply у Jill Sander очень хороша, очень ладно скроена и очень узнаваемо. У нее есть свое лицо. И вот этот флангер Leather, хорош, прекрасная, тонко собранная, элегантная, немножко с мандариновым маслом кожа. Очень хорошо. С удовольствием носила, 2 мл сносила, сейчас сделаю ротацию, какую-нибудь другую кожу поразнашиваю. И такой, знаете, для меня это вот тоже комфортный, целовальный, няшный парфюм у меня был в носке. Это Bracar My Cup of Tea Sweet Home. То есть это сладкий, немножко фруктовый, чуть-чуть специевый черный чай. Мне, по мне, это больше фруктовый компот, ну хороший компот. Не вот не тошный, а хороший, свежий, домашний компот с чуть-чуть добавленным туда черным чайком. То есть чая здесь, на мой взгляд, намного меньше, чем вот этого вот какого-то фруктового, свежего, вкусного компотика. Вот реально, как будто вот чуть-чуть добавили, так, для терпкости, что ли, для основательности чайку. А так, в основном, это такой приятнейший фруктовый летний парфюм. Ну, он не обязательно летний, на самом деле, он всеядный. Он очень, это чайная линейка, на мой взгляд, она очень всеядная, она очень удачная. Если бы такое выпустил Джумалон, все бы хватали и платили бы очень-очень за это дорого. Хорошие чаи люблю, люблю. Хорошие чаи Bracar. И вот эти, сколько у нас здесь, 6 по 2 мл, это был мой сверхнеудачный, но честный опыт, попытка моя самой смешивать, наслаивать парфюмы. Потому что есть у меня дешевые парфюмы, которые я, ну, можно сказать, ненавижу. Настолько они мне претят, что я не могу их перепродать, я не могу их носить, я не выношу их ни в какой их версии, даже в тапки не выношу. Даже на белье даже слов быть не может. И вот один из них, это не то. Один из них, это был Black Pearl, черные жемчужины от Элизабет Тейлор. Вот это вот та самая амбра, которую я на дух не переношу, синтетическое. Такие вот, знаете, вот варенья из барбарисок. Такое вот сахарное, разваренное настолько, что его неприятно брать на язык. Вот эти вот, это синтетическое, плоское, барбарисочное амбра, она вот, она похожа между Black Pearl от Элизабет Тейлор и, например, Казмир от Шапар. Если вам нравится Казмир от Шапар, присмотритесь к Black Pearl, вам тоже может понравиться. Я и то, и другое, как бы вот, просто не признаю, как парфюм. Для меня это вот, это вот то, что испортит вам впечатление об амбровом аккорде навсегда. Имхо, на мой взгляд. Так вот, 2 мл, я пыталась ее разнашивать, ну, чуть, честно говоря, чуть просто не впала в депрессию. И потом я просто ее вылила. Я ее вылила в стиральную машинку, чтобы к шампуню как-то она присоединилась там и постиралась. И с тех пор у меня целый флакон, я, в общем-то, добавляю его в стирку. Я не знаю, есть от этого польза или нет. И я попыталась, я сделала 4 смеси, смешала Black Pearl с другими ароматами, которые, как мне казалось, могли бы его развеселить, дополнить, как-то сделать более интересным. К сожалению, все это закончилось большим и жирным разочарованием, потому что либо мне приходилось добавлять другого парфюма ровно столько, чтобы полностью заглушить Black Pearl, да, вот эту синтетическую барбарисочную амбру, и тогда какой смысл вообще их смешивать. Либо она все равно проскакивала и доминировала или как-то неудачно дополняла. Я подумала, что вот эту барбарисочную, да, абрикосовую персиковую амбру, хорошо бы, например, дополнить какими-нибудь цитрусами. И я взяла Pamplilune Grapefruit от Guerlain Aqualegoria. Я их смешала, по-моему, один к одному. Это было ужасно. Они не соединялись вместе, этот Grapefruit становился каким-то чуть ли не укропно-горьким, на контрасте с этой разваренной барбарисочной амброй. Они никак не работали вместе. Это я выпширкивала в тапки. Второе, думаю, ну хорошо, можно тогда ее усложнить почулями, вытащить из этой сладости какую-то кислинку, такую муховую. И я добавила туда шипр Halston, который тоже что-то у меня не носится. Он дешевый, но он такой анималистический, почульный шипр. Добавила тоже как-то, ну вот не то. И шипр от этого не стал лучше, и амбра от этого не стала мягче. Я добавила, я решила смешать больше шипра, в три раза больше шипра, чем самой амбры. В основном тогда просто остался шипр с опять каким-то неприятным этим сладким синтетическим послевкусием. После этого, ну хорошо, может быть с каким-то стильным белоцветочным ароматом эта амбра заиграет. Я взяла аромат с лилией, у меня есть дешевая лилия, и я добавила туда эту амбру Black Pearl от Elizabeth Taylor. Полная фигня! Амбра полностью забила эту лилию, и лилия даже перестала быть похожей на лилию. В общем, израсходовала сколько здесь у нас? 10 мл, если не больше, там еще какие-то были попытки. И убедилась в том, что вот нельзя из говна сделать, понимаете, яблочный пирог. Но не получается. И я отказалась от этой идеи. Смешивать неудачные парфюмы с попыткой получить из них один удачный. Это, на удивление, работает неплохо с лаками, работает неплохо с тенями и даже с помадами. Но, к сожалению, не работает с парфюмами. Вот не могу я из двух плохих парфюмов сделать один хороший. Не получается. Пока, по крайней мере. Так что с экспериментами сливания парфюмов я пока завязала. И последний, который я просто забыла сказать, но это тоже мое разочарование. Это Шариоль Империал Сапфир с синий золотом флакон. Достаточно грубовато сделанный, с какими-то там стразами. В общем, упаковочка оставляет желать лучшего, на мой взгляд. Сам аромат, аромат вполне неплохой. Такой немножко темной карамели. Это такой десерт с карамелью. Такое, знаете, Дольче Лечи, и туда еще карамелькой так полили густо. Может быть, даже с шоколадом. Для тех, кто любит карамельные ароматы, вот этой вот, да, вот молочной карамели, присмотритесь, он дешевый, но я не люблю карамель. Я поняла, что для меня эта нота отправляется в черный лист. Вот сколько я пробовала карамелей от разных брендов, нишевых, люксовых, масс-маркет. Я не люблю карамели в ароматах, не люблю. Я люблю ее есть, я не люблю ее на себе нюхать. Вот все вот эти contemporary, современные гурманские ноты, пирожков, карамелей, там, я не знаю, еще там, печенье. 99 из 100, не буду зарекаться, но 99 из 100 не моя история. Мне нравятся гурманские ароматы предыдущего поколения. Больше как вот эксклюзивная линейка Lancome или Guerlain, вот так, как они делают гурманику. А вот эти вот жидкие карамели из Старбакса, да, вот эти вот мороженки, не моя вещь. Но я хочу сказать, несмотря на то, что это не моя, и бутыль я уже продала. Шариоль Империал Сапфир дешево стоит, и это хорошая карамель для тех, кто любит он ее. Так что имейте в виду. Бухгалтерские отчетности, отчетности где? Так вот, девчонки, 25 ароматов я поносила, сносила до какой-то степени пустоты флакона или, там, скажем, контейнера. И я посчитала, я исключаю всегда те литраж ароматов, которые я бы пшикивала не на себя. Это здесь все исключено. Я исключаю все банные продукты. Я включаю только литраж, вылитый лично на себя. Я вам отчиталась за испитые, про банная дробь, 51 миллилитр. Намного скромнее, чем раньше, но я думаю, так лучше. А то, когда я устраиваю серию до дна, которая из трех частей, и там 120 миллилитров я вам описываю сношенных, это, мне кажется, тоже уже как бы передоз. И как вы видите, у меня была широкая ротация наименований. То есть, каждого аромата я сносила по чуть-чуть, и что-то были пробники, по которым мне нужно было сделать финальное свое мнение, решить, как бы, разговариваем мы с этой маркой, или мы забываем, как друг друга звали. Поэтому, да, литраж 50 миллилитров, зато 25 ароматов. Вот так. Все, ребят, все. Это все, что было в августе у нас в плане пустых флаконов. Посмотрим, как дальше будут развиваться дела. Я сейчас встряла немножко в разнашивание орды нишевых пробников и отливантов, которые я набрала за последние два года. Поэтому, к сожалению, или к счастью, пока у меня такое ощущение, что я даже перестану носить свои собственные парфюмы. Потому что мне надо добить где-то несколько десятков. Разносить и составить финальное мнение по нескольким десяткам и ароматов, и домов парфюмерных. Это немножко, мне немножко от этого грустно, но это как работа. Я хотела эти отливанты, я их получила, эти пробники. Я хочу их все поносить, составить о них мнение. И я попытаюсь периодически вставлять свои собственные парфюмы в эту ротацию. Но график сейчас у меня достаточно плотный с новинками для меня. Но, тем не менее, я буду стараться и свои флаконы тоже таким образом отливантов тоже как бы носить и вам рассказывать о том, что идет, что не идет, что разочаровала, а что по-прежнему люблю. Вот такие у нас были с вами итоги месяца. Спасибо вам большое за внимание. Расскажите, что носилось у вас. Может быть, у вас уже тоже есть какие-то пустые флаконы, есть чем поделиться. Что выбыло из вашей коллекции, что прибыло. Рассказывайте. Буду ждать ваших комментариев. И я с вами увижусь в следующем видео. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok